Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и мы поговорим на такую тему, как подкормка огурцов в период цветения и плодоношения. В конце весны, в начале лета мы проделываем массу манипуляций, чтобы обеспечить растения огурцов необходимым количеством питания для полноценного роста и развития. Мы садим их в теплые грядки, в различные органические траншеи, дополнительно мульчируем, компостируем, также садим их в лунки, снабдив их большим количеством органического компонента. Но надо понимать, что растения огурцов относятся к той категории, которая постоянно растут и постоянно нуждается в элементах питания, то есть являются специфическими прожорами. При подкормке огурцов в данный период возникает логичные два вопроса. Первый это как часто кормить и второй каким образом кормить. Ну надо понимать, для того чтобы ответить на вопрос как часто кормить, в первую очередь нам необходимо осматривать внешнее состояние растений, смотреть на интенсивность их роста и развития. И если нет никаких тревожных сигналов о недостатке того или иного компонента питания, то ведем плановые подкормки минимум один раз в 7-10 дней. Второй вопрос это чем кормить. И здесь нужно помнить, что растения огурцов в принципе как и всех тыквенных культур крайне негативно отзываются на повышенное содержание минеральных компонентов в почве, на высокие концентрации вносимых минеральных удобрений. Поэтому когда мы делаем выбор в пользу минерального питания огурцов, то необходимо дозы внесения компонентов половинить. Для того, чтобы обеспечить растения огурца азотом, необходимо кормить их азотсодержащими удобрениями, например, аммиачный селитр из расчета 5 грамм на 10 литров воды. Это удобрение будет хорошо работать при пониженных, более низких температурах и давать такой резкий скачок наращиванию биомассы, вегетативной массы. Также можно использовать карбамид или мочевину из расчета 10 грамм на 10 литров воды. Это удобрение будет хорошо работать при более высоких температурах. Также необходимо включать в рацион питания наших огурцов такой элемент, как калий. Его можно найти, например, в калиевой селитре, содержание калия там порядка 46% или в сульфате калия, содержание которого будет порядка 50%. Из расчета 10 грамм этих минеральных солей той или иной на 10 литров воды и ведем подкормку по корню. Для того, чтобы листья огурцов не испытывали дефицита в магнии, не становились такими, скажем, как шахматная доска в плане зелено-желтого цвета, то необходимо прибегать к такому удобрению, как магниевая селитра из расчета 10 грамм на 10 литров воды. Вот это основные компоненты, которые необходимы для нормального роста и развития нашим растениям огурцов в период их цветения и плодообразования. Также необходимо помнить, что поскольку растения огурцов растут постоянно, корневая система у них работает постоянно, необходимо поддерживать ее в том числе. Для этого можно вносить такое удобрение, как суперфосфат, двойной суперфосфат из расчета 20 грамм на 10 литров воды. Или делать вытяжку суперфосфата и также вносить ее под корень. Помимо всего прочего, из элементов питания нужно не забывать о таком важном элементе, как бор, который, недостаток которого будет проявляться в виде пожелтения и опадания завязи. Для того, чтобы убрать отсутствие бора, особенно это характерно для второй половины лета, необходимо проводить внесение бор содержащих компонентов на наше растение. Лучше, конечно, работать борной кислотой по листу из расчета 5 грамм на 10 литров воды. Или хилатным бором с тем же расчетом 5 грамм на 10 литров воды и идем по листу. Если мы говорим об органическом питании, на которое растения огурцов отзываются с большим удовольствием, то здесь, конечно же, в первую очередь мы вспоминаем зеленое удобрение или бродилку. Вносим ее дозированно под корень из расчета 1 к 5 в плане соотношения зеленого удобрения и вода. Также можно подкармливать огурцы в период цветения и плодоношения настоями коровика конского навоза, из расчета 1 к 8, 1 к 10. Настоями куриного помета или голубиного помета в среднем из расчета 1 к 15. Необходимо помнить о таком компоненте органического питания, как зола, которую мы будем вносить из расчета 500 грамм на 10 литров воды и проливать это все под корень. Конечно, огурцы те растения, которые подвержены развитию различного рода заболеваний, поэтому любое кормление лучше проводить путем аккуратного методичного проливания под корень, не задевая листья. Если все-таки вы ведете подкормку по листу, то это следует проводить в нежаркую, в несолнечную погоду, чтобы компоненты смогли интенсивно впитаться, растения смогли подсохнуть и чтобы влага не оставалась на листьях, потому что 4 часа влаги на листьях огурцов это развитие, к сожалению, пероноспороза. Также с подкормками огурцов в этот период важно проводить профилактические меры по борьбе с теми вредителями, с теми заболеваниями, которые живут в почве. Для того, чтобы активизировать почвенную микрофлору, можно вносить различные растворы, в том числе на основе триходермы и других полезных микроорганизмов. По мере того, как ваши растения огурцов будут наращивать сами плоды, то есть будет идти их интенсивное плодоношение, подкормки, концентрацию вносимых веществ необходимо немного увеличивать. В частности, если мы говорим про минеральное кормление, то там необходимо вносить 10 грамм мочевины на 10 литров воды, 20 грамм нитрата калия, 20 грамм нитрата магния. Все это вносить под корень. Если мы говорим про зеленое удобрение, то мы оставляем по-прежнему соотношение 1 к 5, но повышаем количество золы из расчета килограмм золы на 10 литров воды и проливаем под корень. Кормление огурцов лучше проводить совместно с поливами. Если мы говорим про жаркую погоду, то лучше проводить подкормки и поливы в ранние утренние часы, где-то через 2-3 часа после восхода солнца. Это условно 6-9 часов утра. Для того, чтобы растение активно все употребило и пустило на рост, развитие и формирование хороших качественных урожаев. Конечно, когда вы осматриваете свои растения, собирая огурцы или формируя плети, обращайте внимание на их внешний вид, на состояние. Потому что растение, оно всегда само подсказывает, каких элементов ему не хватает. Например, когда мы приходим и собираем огурцы в виде лампочки или в виде груши, то это будет говорить о том, что нашим растениям не хватает калия. Также первые признаки калийного голодания это белая кайма по периметру листа. Для этого мы вносим повышенное содержание калий содержащих компонентов под корень растения. Если мы будем видеть покраснение листа, то это будет свидетельствовать о недостатке фосфора. Поэтому снова обращаемся к фосфорсодержащим компонентам. Если, как я уже сказала, у нас пожелтение и опадание завязи, это недостаток бора. Работаем бором под корень или по листу. Азотное голодание это однозначно светло-зеленые желтеющие листья и вытягивание, скручивание носика огурца и его пожелтение. Также необходимо смотреть на листья. И, как я уже говорила, если там будут желтые пятна в виде шахматной доски, то это недостаток магния. Будем работать как минимум магниевой селитрой. Надеюсь, с этим видео у вас сформировалось полное понимание того, каким образом необходимо кормить огурцы в момент цветения и плодообразования. Если есть необходимость рассказать о том, как готовить зеленые удобрения, какие-либо органические настои, или кормить другие овощные группы, пишите в комментариях, и мы обязательно для вас снимем видео. Всего вам доброго! Подписывайтесь на канал Процветок. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. До встречи!